О тихом семейном счастье, отзывчивости и доброте окружающих. Эта история началась больше года назад, когда Андрей Безумов, папа маленького сына и двоих крохотных дочерей, начал бороться за право воспитывать своих детей, которые однажды в силу жизненных обстоятельств оказались в детском доме. На своем пути он встретил не бюрократическую стену, а людей, готовых помочь семье воссоединиться. Немалую роль в этом сыграла уполномоченный по правам ребенка Римма Галушина. В преддверии Нового года детский омбудсмен посетила подопечную семью и подарила детям главный атрибут самого волшебного праздника в году. Сегодня пятилетний Станислав, четырехлетняя Милена и двухгодовалая Милана не только живут рядом с папой, но и стали новоселами. По условиям органов опеки, многодетный папа должен был обеспечить детям комфортные условия проживания. Из жилья с частичными удобствами семье помогли перебраться в благоустроенную квартиру в новостройке. В теплой двушке у детей наконец-то будет своя комната. Давайте замутить вещи. Детская одежда, предметы первой необходимости и игрушки. Десяток пакетов с вещами Римма Галушина передала семье Безумовых от неравнодушных жителей города. На этом сюрпризы для детей не закончились. В квартире появился главный символ приближающегося праздника – новогодняя елка. Наезжайте, будем наезжать. Подождите, а кто елочку поправит? Впереди многодетную семью ждут приятные хлопоты. Вместе они будут обустраивать домашний быт, знакомиться с соседями и просто жить счастливой и дружной семьей. О своих детях Андрей говорит с любовью. Станислав – настоящий мужчина и бойкий защитник. Младшие сестренки Милена и Милана – будущие папины помощницы. История Андрея Безумова – это история о том, что дети должны жить в семье, что не зазорно просить помощи и что рядом с нами живет много добрых и отзывчивых людей, готовых протянуть руку помощи. Действительно, сегодня хороший получился итог года добра. И я думаю, что на этом добрые дела наши не заканчиваются. Я не устаю удивляться тому, сколько у нас в округе хороших, добрых людей, готовых помочь по первому зову. И действительно, очень многие откликнулись на просьбу и готовы помогать дальше. Особое спасибо хочу сказать Абдулаевой Сивиль, которая действительно очень тоже нам помогла в этом деле, в конкретном деле. Вообще, я хочу сказать, что люди очень рады помогать и рады помогать именно конкретным людям, которым действительно нужна эта помощь. Поэтому я думаю, что здесь не надо не стесняться заявлять, например, о том, что тебе действительно нужна какая-то помощь. И всегда найдутся люди, которые будут рады откликнуться и с удовольствием помочь. Год добра в Ниницком округе подходит к концу только формально. На этом добрые дела в нашем округе не закончатся. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».